Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иисуса Новина. Сегодня мы будем читать 17 главу этой книги. И здесь говорится о землях, которые принадлежали племени Манасину, и о том, как племена Ефрема и Манасии просят больше земли, но получают отказ. И мы читаем с первой стиха и ниже. И выпал жребий колену Манасина так, как он был первенец Иосифа, Махиру, первенцу Манасия, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан. Достались и уделы и прочим сынам Манасии по племенам их, и сынам Авиазера, и сынам Халека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шедима. Вот дети Манасия, сына Иосифова, мужеского пола по племенам их. Мы видим, что здесь указывается имя одного человека, который был храбрый воин. И за это он сподобился первым получить необходимые земли для того, чтобы обеспечить существование своему семейству. То есть человек, который имеет значительные заслуги перед обществом, он должен иметь преимущество. В Писании нет никакой уравниловки, никакой демократии тут нет. Здесь человек живет по принципу, что посеешь, то и пожнешь. И это более справедливое представление о жизни. У Салпаада же, сына Хеверова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манасина, не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Елизару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали, Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и дан ему дел по повелению Господню между братьями отца их. Эту тему мы уже проходили, в Писании встречаются некие повторения, чтобы правильно расставить акценты. Здесь мы видим, что оберегается каждое семейство, то, что называется имя семьи, по-еврейски «шем мишпаха». И если в этом семействе были одни женщины, то им отдавалось, ввиду того, что они, когда вступят в брак и родятся сыновья, вот они будут, эти мужчины, когда эти сыновья вырастут, владеть этими землями, чтобы ни одна фамилия не пропала, ни одно имя в Божьем народе. И далее мы смотрим. «И выпало Монассия десять участков, кроме земли Галаадской и Вассанской, которые за Иорданом. Выпало, имеется в виду, по жребию, потому что они не доверяли человеческому рассуждению, а, имея это рассуждение, еще бросали жребие. «Ибо дочери сынов Монассия получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сыновьям Монассиным». «Прочим», то есть это те фамилии, где были наследники мужского пола. Далее перечисляются ориентиры границы пределов земли Монассия. Это мы опускаем с седьмого стиха по тринадцатый. Но обратим внимание на тринадцатый стих. «Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их». И вот то, что они их не изгнали, через какое-то время филистимляне будут хозяйничать над евреями. Если мы боремся с грехом, мы должны бороться до конца. «Племена Ефрема и Монассия просят больше земли, но получают отказ». «Сыны Иосифа», это четырнадцатый стих, «говорили Иисусу и сказали, «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им, «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле ферзеев и рафаимов, то есть великанов, растисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». «Сыны Иосифа сказали, не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бевсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Израильской». Действительно, жители Бевсана будут головной болью для евреев очень долго. Именно на стенах Бевсана будут повешены тела еврейского царя Саула, его сына Инофана и других его сыновей. Это такое печальное место. То есть борьба будет продолжаться до времен Давида. Но в любом случае Иисус Навин даёт совет – сделайте что-то и сами. Если Господь вам по жребию дал такую-то землю, расчищайте те земли, которые нуждаются в расчистке. И верьте, что если Господь вам отдал эти земли, и великаны ничего плохого вам не сделают. Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Монасии, «Ты многолюден, и сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его. Ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны, ты одолеешь их». Но Иисус не говорит, в какое время это произойдёт. И на самом деле он говорит об отдалённых временах, о временах уже царя Давида. А им могло показаться, людям это свойственно, что это должно произойти как можно скорее. Итак, сегодня мы сделали обзор 17 главы книги Иисуса Новина. В следующий раз, если будем живы, будем делать обзор 18 главы этой книги. Спаси Христос, берегите себя. Продолжение следует...